До этого, до того, как мы вас вызвали до обеда, мы исследовали сотовый телефон Бешимбаева, и там было сообщение от вас. Такого характера вы отправляли там в видео или это картинка была? Нет, это картинка была. И вы говорите, что, кстати, ты пахнешь розами. Что это значит? Это... Мне везёт как утопленнику вообще в тот день. Это честно. Я просто не знаю. Ко мне пришло сообщение, что у меня пропущенный звонок от Бешимбаева. Он у меня записан был Куандык. У меня Кудаги, Алёна, она у меня записана Кудаги. Мы, когда выехали с Баоса и Гири, мы сразу заехали за бентотортиком и за цветами. Оно рядом, где Москва находится. Мы заехали туда, забрали, я вот так сфотографировала и написала сообщение и отправила. Я сегодня, когда увидела, я вообще была просто в шоке, что я ещё и... Получается, вы хотите сказать, что вы это отправляли не Бешимбаева? Я вообще это отправила Кудаги своей Алёне, потому что мы ей взяли этот... Потом у неё есть где-то в сторис, она выставляла, она говорила, спасибо. Мы ехали туда, чтобы её поздравить в баню с бентотортиком и с розами. Нет, а как тогда вы говорите, что вы собирались поздравить её с тортиком, с цветами, но при этом пишите такое сообщение, кстати. То есть это понятно, что это не в будущем времени, а то, что что-то было, кстати, ты пахнешь розами. Вот. Что-то вот здесь у вас не сходит с вашими показаниями. Я не знаю, как я вот отправила. Я просто... Алёна, она была на ужине, и она тогда сказала, может быть, я не подъеду... Ну, в смысле, это будет поздно, потому что её Мирача позвала в Сент-Риджес на ужин. И она приехала поздно потом. Она уже приехала часам к десяти, наверное. Ну, вы отправили это сообщение, оно-то до неё не дошло? Да, вот именно. А я ещё удивилась, что мы когда пришли, и когда она пришла, она не... Ну, в смысле, она как будто в первый раз видела вот это всё, что мы ей приготовили. Спасибо. Спасибо.